Врача Просто основная масса думает о том, что должен появиться медицинский работник, если его обобщить, и оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь. Что-то должно произойти. Что, если я скажу вам, что каждый из вас может самостоятельно это сделать? Что, если я скажу вам, что на законодательном уровне гражданин Российской Федерации, он может, я подчеркиваю, может, оказать первую помощь? Что, если я скажу вам, что пройдя короткий курс обучения, вы сможете не только научиться оценивать состояние, выполнять жизненно важные мероприятия, но и, может быть, даже спасти жизнь. Меня зовут Данил Олегович, я инструктор Национального сайта по реанимации, представляю Национальный сайт по реанимации и свое лечебное учреждение, в котором я служу. С вашего позволения я начну свой короткий доклад. Постараюсь рассказать вам о том, что такое сердечно-легочная реанимация и как все это устроено. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. Михаил Фанатович Бугаков, мастер и Маргарита. Уважаемые товарищи, я позволю себе начать со столь высоких слов, потому что о проблеме смерти, клинической смерти, о проблеме оживления. О ней долгое время говорили, исследовали ее и продолжают исследовать, узнают что-то новое. Я вам расскажу, с чего это все началось, до чего мы дошли сейчас и что нас ждет дальше впереди. Все началось с Владимира Александровича Неговского. Он с группой ученых в научно-исследовательском институте общей реаниматологии имени его начали изучение понимания смерти, начали изучение понимания того, что такое смерть, что за ее пределами. Впервые были сформированы понятия того, что у нас смерть делится не только, жизнь делится не только на живого человека и мертвого. Есть какие-то еще промежуточные звенья. Было сформировано понятие этапности, было сформировано понятие того, что человека можно вернуть с обратного света. И не значит, что если он мертв, то он мертв, если он жив, то он жив. Было исследовано и доказано, что есть именно эти промежуточные ступени. Он с группой ученых именно над этим он и работал. Также в лаборатории работал вместе с ним Наум Лазарович Курвич. Это великий ученый, профессор этажевого института, который вместе с Владимиром Исайловичем Неговским они проводили опыты совместные. Это первый человек, который показал и доказал, что проведение электрического тока через организм человека может способствовать оживлению. Он предложил первый вариант выполнения дефибрилляции сердца. На Западе в то время сказали, что это самый эффективный и самый безопасный, что самое главное, способ оживления человека в плане, когда у человека неправильно работает сердце. Об этом чуть позже. Благодаря этим двум ученым были сформированы теоретические понятия этого всего. А благодаря австрийскому врачу, анестезиологу, реаниматологу Питеру Сафару это все было перенесено на практику. Благодаря ему мы знаем о том, что существует протокол сердечно-легочной анимации, мы знаем, как это делать, и он это пронес по всему миру. Благодаря ему это случилось. Еще чуть-чуть расскажу про то, как они работали. Работа шла активная в институте, проводилось множество опытов и работы с животными. Вы видите, как работает Наум Лазаревич. Видите, там есть экспериментальные животные. И благодаря им были как раз сформированы именно теоретические понятия. Были изданы такие фундаментальные труды, как труд Владимира Саченковского «От смерти к жизни», где он описал как раз ту самую этапность развития и умирания. Наум Лазаревич Гурович описал как раз его мануал фибрилляции и дефибрилляции сердца. Они вложили максимальный теоретический вклад. Было создано понятие постреанимационной болезни, были созданы понятия о том, что после смерти, после оживления человека он претерпевает определенные этапы для внешнего развития. И человеку нужна определенная помощь. Питеру Сафару довелось все это провести по всему миру. Благодаря ему он с группой ученых, со своими единомышленниками, он объехал по всему миру и рассказал о том, как важно выполнять сердечную и лягушечную анимацию. Он объяснил, что это такое. Он дал понимание того, что выполнение компрессии грудной клетки, выполнение искусственных вдохов, это все ведет к оживлению человека. Он внес большую практическую составляющую в эту работу. И также был создан главный мануал сердечно-легочная и церебральная реанимация. Был сформирован как раз-таки тройной прием Сафара. Это определенный прием у врачей, анестезиологов, реаниматологов в частности. Пронесли это через долгое время. Теоретические и практические труды. Были сформированы протоколы, были сформированы множество научных трудов. И благодаря этим двум ученым, Владимиру Александровичу Неговскому и Питеру Сафару, с помощью их совместной работы в 1985 году был сформирован Европейский совет по реанимации. На его основе в 2004 году на базе научно-исследовательского института общей реаниматологии был сформирован Национальный совет по реанимации. Национальный совет по реанимации – это в настоящее время эксклюзивный представитель этого Европейского совета по реанимации, который занимается переведением клинических рекомендаций на русский язык, распространением и внедрением курсов по сердечно-легочной реанимации. Основной концепцией, которая прошита красной ниткой, и вообще, в принципе, через всю помощь и через всю концепцию Европейского совета, это цепочка выживаемости. Это ранние действия, которые могут привести к тому, что человек выживет. Обратите, пожалуйста, внимание. Это раннее распознавание. Раннее распознавание ведет к тому, что мы можем как можно скорее выяснить, что происходит с человеком, продиагностировать это и ему, возможно, помочь без каких-то последствий. В случае, если случилась беда и нужно помочь человеку, то это выполнение ранних компрессий, ранней сердечно-легочной реанимации. Это то, что спасает жизнь. Об этом я расскажу чуть позже. Это самые главные мероприятия, которые должны производиться. Выполнение дефибрилляции наружной. Выполнение дефибрилляции. Это способствует восстановлению работы сердца. В случае, если оно работает неправильно, если присутствуют ритмы, которые требуют нанесения разряда. Это фибрилляции желудочков, либо желудочки тхикардии без пульса. Теоритмы, которые могут подвергаться выполнению дефибрилляции. И постреанимационное лечение. Это то, на самом деле, за что мы боремся. Потому что, если человек перешел в клиническую смерть, он начал умирать, и выполнение компрессии, либо искусственной вентиляции легких в совокупности, это начато позже, если это отсроченные действия. То даже в случае, если будет эффективно восстановлено кровообращение, к сожалению, будет выраженный неврологический дефицит. И человек, к сожалению, будет у него работать сердце, но будет уже... Кажется... А, все. Вот. Мы боремся именно за исходы. Самое главное, чтобы человек после эффективного оживления, он не только доехал до больницы, его увезла скорая, он попал в реанимацию, не только чтобы его оживили, но чтобы его выпустили в отделение, чтобы он ушел на своих ногах и вернулся к своей семье, к своим родным, вернулся на работу, то есть остался максимально социальной личностью. Именно борьба идет за это. Цепочка выживаемости. Четыре основных звена. Раннее выявление, раннее начало сердечно-легочной реанимации, раннее начало дефибрилляции и постреанимационное лечение. Как ни странно, казалось бы, что этому стоит учить, наверное, только взрослых людей, да, и то, что это могут делать, наверное, только взрослые люди, пытаться спасти жизнь. Но это абсолютно не так. Есть достаточное накопленное количество исследований, они продолжают быть и продолжают активно внедряться о том, то, что дети, они проходят после прохождения обучения сердечно-легочной реанимации, после прохождения проведенных курсов, у них восстанавливается очень стойкий навык, и они в последующем могут спасать жизни. Поэтому сформированы большие концепции, сформированы длительные курсы обучения детей, и внедрение это в массы. Также это проходит, на самом деле, и у нас. Это кадры из Симферополя, кадры из Москвы, также продолжают обучать детей не только в школах, но и даже в детских садах. И смысл даже больше не в том, чтобы он, ребёнок, попытался качественно оказать помощь. Смысл в том, чтобы он смог продиагностировать о том, что человеку плохо, смог позвать на помощь кого-то, смог позвонить элементарно по телефону, и, возможно, попытаться что-то сделать. Тем самым приблизив к тому, что человек может остаться жив. Мы немножечко поговорим с вами о том, что же на самом деле происходит в процессе умирания. Я вам расскажу немножечко о сердечно-сосудистой системе и об его главном органе — это сердце. С этого, собственно говоря, и начинается наша с вами жизнь. Вы можете заметить на картинке, которая в правом верхнем углу, о том, что сердце работает постоянно. То есть это процесс непрерывный, он никаким образом не приостанавливается. Все процессы, они взаимосвязаны. И систолы, и диастолы, кровь выбрасывается, кровь приходит. Это постоянный процесс. Если мы посмотрим на сердце в разрезе, то мы увидим, что оно состоит из нескольких камер. Это желудочки и предсердия. Во всех в них циркулирует кровь. В какое-то оно приходит, из какого-то оно уходит. Отсюда формируется понимание кругов кровообращения, потому что сердце — это большой насос. Из него кровь перетекает по всему организму. И тем самым формируя крупные сосуды, которые отсекают к нашим внутренним органам, к нашим конечностям, к легким, к головному мозгу. Их кровь снабжают, обогащают кислородом. И с помощью этого мы с вами можем спокойно дышать, жить и существовать. Чуть-чуть подробнее про строение сердца. Как я сказал, два желудочка, левый и правый, и, соответственно, два предсердия. Соответственно, левая, относящаяся к левому желудочку, и правая, относящаяся к правому желудочку. Строго разделять большой круг кровообращения и малый круг кровообращения нельзя, потому что я сказал, что это процесс непрерывный. Но если начать сначала, то по факту кровь из правого желудочка попадает в легкие. Там она обогащается кислородом и оттекает в левое предсердие, обогащенное кислородом кровь, которая отдана от легких. Из левого предсердия оно попадает в левый желудочек, и благодаря массивной стенке левого желудочка, это наиболее толстая стенка желудочка, она с помощью большого давления выталкивается в большой круг кровообращения через крупный сосуд, называемый аортой. Благодаря этому кровь распространяется, если перевести взгляд отсюда сюда, то кровь распространяется по большому кругу кровообращения и идет к основным нашим внутренним органам и конечностям. Оттуда артериальная кровь оттекает через венозную и возвращается обратно к сердцу. Таким образом процесс протекает непрерывно. Кровь поступила к легким, обогатилась кислородом, оттекла в сердце обратно и вновь через сердце оно выбросилось в общий круг кровообращения, где вновь кислород был отдан и по венозной крови он был обратно к сердцу. И процесс продолжается. Это я вам показал неспроста, и чтобы сформировалось примерное понимание о том, что такое сердце и как оно работает, чтобы было понимание того, что это непрерывный процесс. Именно благодаря нему, собственно, вы и мы все с вами живем. Благодаря нему кровь поступает к нашему головному мозгу, к нашим легким. Мы дышим, мы думаем. В случае, если сердце останавливается, кровь переставает поступать к жизненно важным органам, и человек может умереть. В этом случае приведена эта картинка для вашего понимания, что как раз-таки выполнение компрессий грудной клетки, то бишь имитация по факту насосной функции сердца во время сжатия и разжатия грудной клетки, где находится наше с вами сердце, оно имитирует эту насосную функцию. И тем самым, когда сердце сжимается, кровь выбрасывается. Когда идет декомпрессия, то есть обратно грудная клетка расширяется, идет наоборот в подсасывание. И тем самым имитируется к нашу с вами круги кровообращения, имитируется тем самым насосная функция. Вот почему важно выполнять компрессии грудной клетки. Это ведет к тому, что круги кровообращения продолжают функционировать. Исследование данное, оно очень важно. Оно показывает то, что на графике изображено перфузионное давление и показано время. Обратите внимание, здесь изображено выполнение компрессии. То есть постоянные непрерывные компрессии, они поддерживают определенное перфузионное давление. То есть давление, которое позволяет нормально функционировать. во время клинической смерти. То есть несмотря на то, что сейчас человек мертв, выполняется компрессия, перфузии достаточно, чтобы сейчас человека возможно оживить. В случае, если время утеряно и компрессии прекращаются, то очень тяжело потом попытаться восстановить нужный перфузионный уровень. То есть очень тяжело заставить вновь сердце биться, вновь имитировать работу сердца с той же силой и с тем же качеством, чтобы перфузия поддерживалась адекватно. Это очень важное исследование, которое показывает, что нужно делать это не только качественно, но и на протяжении долгого времени и с определенной частотой. То есть тут и задаются определенные параметры выполнения тех самых компрессий грудной клетки. Я, с вашего позволения, вам расскажу, собственно говоря, как это все происходит и расскажу про схему, последовательность действий. В случае, если человек находится без сознания, нужно узнать о том, что он действительно нуждается в помощи. Поэтому, если вы издалека увидели о том, что лежит какой-то человек, и понять, что он находится в безсознании, ему нужно, в первую очередь, безопасно приблизиться обязательно, потому что что-то вокруг, что могло его убить, оно может грозить и вам в том числе. Поэтому безопасное приближение — это ваша безопасность в виде спасателя, который может ему оказать помощь. Для того, чтобы вы после того, как вы к нему приблизились, можно оценить его сознание. Оценка сознания — оценка нормального дыхания. Далее, на слайдах покажу, как это более подробно делается. После оценки сознания и дыхания вызывается скорая медицинская помощь. В любом случае, нужно вызвать помощь, нужно позвать кого-то, окрикнуть, либо позвонить самостоятельно в скорую помощь, либо дать задачу кому-нибудь, чтобы он это сделал. Потому что даже в случае, если вы начнете оказывать помощь, в итоге все равно вы устанете, если вы будете одни. Поэтому вам нужно кто-нибудь, кто сможет вам помочь, кто сможет прибыть к вам. Выполняется 30 компрессий грудной клетки, выполняются два искусственных вдоха. Мы дальше поговорим с вами, как более подробно это делается. Соотношение все происходит в 30 компрессий к двум вдохам. Выполняется 30 компрессий к 2 вдоха. На протяжении всего времени цикла. И в случае, о чем мы тоже поговорим с вами чуть дальше, это использование других приборов, дополнительных для диагностики. Как только они появляются, а в частности, это автоматические наружные дефибрилляторы, то необходимо им начать сразу пользоваться для оценки состояния, для оценки ритма пострадавшего. Чуть более подробно с каждой из этапностей. После безопасного приближения к пострадавшему оценивается его состояние. Оценивается оно очень просто. Вы максимально удобно располагаетесь рядом с пострадавшим, аккуратно его встряхиваете за плечи и громко окрикиваете на оба уха. Фразы, которые доступны для того, чтобы окрикнуть пострадавшего, могут быть любыми. Но чаще всего мужчина или женщина «слышите ли вы меня?» «Нужна ли вам помощь?» и аккуратно встряхивается за плечи, чтобы понять, в сознании человек находится или нет. Применять дополнительные какие-то болевые воздействия нежелательны. Поэтому аккуратно встряхивается человека за плечи и уточняется. Если он не реагирует, то можно диагностировать то, что человек находится в бессознательном состоянии. То есть дополнительно не требуется каких-то еще подтверждений. После того, как вы поняли, что он находится в бессознательном состоянии, нужно оценить его дыхание. Для оценки дыхания необходимо применить простой прием, который может сделать каждый. Одна рука ставится на лоб пострадавшего, а второй рукой, двумя пальцами, они ставятся на костную часть подбородка. Вот здесь. И голова запрокидывается. После того, как голова запрокинута, вы склоняетесь над пострадавшим, и в течение не более чем 10 секунд нужно слушать его дыхание, если оно есть, смотреть на грудную клетку пострадавшего, и, возможно, ощутить вдохи на своей щеке. То есть в течение 10 секунд. Вижу, слышу, ощущаю. Если этого нет, то можно диагностировать то, что человек находится в бессознании, и у него отсутствует дыхание. Больше времени тратить не нужно. После этого вызывается помощь. Либо кому-то это адресуется и просится вызвать помощь, либо вы это делаете самостоятельно. Но это нужно сделать обязательно. Если вы когда-нибудь общались со скорой медицинской помощью, то вам придется отвечать на все вопросы. Это очень важно, потому что нельзя позвонить в скорую помощь, сказать, что мне нужна помощь, и бросить трубку. Это, к сожалению, не пойдет, потому что скорая помощь к вам не приедет. Поэтому придется отвечать полностью на все вопросы, где вы находитесь, или самостоятельно рассказать, какой подъезд у вас, с какой стороны подъехать, это парк в заряде, либо это дом, либо это торговый центр. Все рассказать, с какого места, где вы находитесь, чтобы к вам максимально могли прибыть. И после того, как скорая помощь сказала, что вызов принят, как только они это сказали, то тогда уже вы можете спокойно спать и понимать, что спать не надо, извиняюсь. Вы можете понимать, что к вам скорая помощь приедет. И нужно что-то делать. Надо приступать к жизнеспасающим мероприятиям, нужно приступить к компрессии в грудной клетке. Как это правильно выполняется? Одна рука, любая, левая, правая, как вам удобнее, ставится на центр грудной клетки. Центр грудной клетки определить довольно легко. Есть ключицы, каждый может у себя их найти. И есть ребра, их окончания. Тоже они у вас на грудной клетке у всех есть. Можно их у себя нащупать. Вот границы между ключицами и нижними краями ребер, это и есть ваша грудная клетка. То есть вся целиком. Полностью грудная клетка. Граница между ключицами и вот этим местом, которое называется солнечное сплетение, его тоже можно у себя нащупать. Здесь находится кость. Она называется грудина. И вот руку нужно ставить не на центр грудины, а именно на центр грудной клетки. То есть соотношение между от верхнего края ключиц до нижнего края ребер. То есть центр грудной клетки. Второй вариант, как его можно найти, более простой, это отступить два пальца как раз таки от того самого солнечного сплетения. То есть оно находится, отступается два пальца и ставится основание ладони. После того, как установлена одна рука основанием ладони, устанавливается сверху вторая рука. Руки захватываются в замок. Пальцы приподнимаются и у вас образуется плотная площадка, благодаря которой будут производиться нажатия на грудную клетку. Как это правильно выполнять? Обратите внимание, что спасатель расположен сбоку от пострадавшего, руки находятся прямые, пальцы находятся в замок и они приподняты. Какие существуют параметры? Руки на центре грудной клетки. Важные параметры в выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота компрессии, то есть частота сжатий, частота нажатий на грудную клетку, составляет 100-120 минуту. Глубина компрессии, это глубина нажатия, насколько нужно сильно надавить, насколько нужно руки ослабить, чтобы грудная клетка расправилась. Компрессия. Глубина компрессии составляет от 5 до 6 сантиметров. Не менее 5, не более 6. Ощутить это очень тяжело, то есть понять, что такое 5-6 сантиметров. Это можно понять только в практическом плане. Выполнение, например, на симуляционном обучении, чтобы понимать, насколько глубоко можно нажать на грудную клетку. Очень важно понимать, что прерываться нельзя. То есть это процесс постоянный. Постоянно нужно нажимать на грудную клетку и постоянно нужно выполнять искусственные вдохи. Перерывы должны быть минимальны. Да, вроде бы я все вам сказал. Искусственная вентиляция легких. Да, это дальше. И, соответственно, после 30 компрессий выполняется 2 искусственных вдоха. Искусственные вдохи выполняются точно так же, как когда вы оцениваете сначала дыхание пострадавшего. Одна рука ставится на лоб пострадавшего, два пальца на костную часть подбородка, и два пальца, которые были у вас на лбу, они зажимают нос пострадавшему. Рот с ртом пострадавшего максимально обхватывается рот пострадавшего и выполняется один искусственный вдох, после чего выполняется второй. Цикл заключается в 30 компрессиях и двух искусственных вдохов. Соотношение 30 к 2. Про устройство обратной связи. Что это такое, я показал на предыдущем слайде. Это определенные помощники. Ими снабжены наши скорые. Это как раз такой маленький прибор, который одевается на руки спасателя. После его включения он подсказывает, на каком вы сейчас находитесь стапе, то есть выполнение компрессии. Он это имитирует звуковыми сигналами и говорит, что прошло 30 нажатий, необходимо выполнить два вдоха. Вы делаете вдов-доха. То есть это такой некий помощник, который имитирует сердечно-лёгочную реанимацию. Элементарно работает, включается и помогает вам во время работы. И еще я сказал вам про автоматический наружный дефибриллятор. Это прибор, он электрический. В нем заложен ток, он направлен на то, чтобы оценить ритм пострадавшего. Когда происходит процесс умирания, когда человек умирает, понять, от чего он сейчас умирает, неизвестно. То есть во время, если он на улице упал, вы не знаете, от чего он может умереть и от чего он сейчас умирает. Автоматический наружный дефибриллятор позволяет оценить ритм пострадавшего. После того, как накладываются, они выглядят следующим образом. Это небольшой прибор, минимально простой в использовании. У него всего либо одна кнопка для включения, либо они включаются автоматически при раскрытии крышки. И чаще всего там либо одна и две кнопки это включение и выполнение действия, либо одна кнопка вообще для выполнения действия. То есть прибор максимально простой для использования человеком. Он предназначен для того, чтобы наложить те самые электроды. То есть это, по сути, имитация ручного дефибриллятора, который используют врачи в клиниках, который вы можете видеть в фильмах, где накладывают ложки дефибриллятора и выполняют дефибрилляцию. Это аналогия. Она изображена, собственно говоря, на липких электродах. Один электрод накладывается справа под правую ключицу, другой накладывается слева под левую подмышку. Тем самым происходит оценка ритма. То есть, по сути, он снимает ЭКГ. Он может оценить сейчас, какой ритм у пострадавшего. Ритмы, которые он может оценить, они заложены в приборе. То есть дополнительно как-то его настраивать не нужно. Когда наложены электроды и прибор включен, он может сказать. У него есть голосовые команды, он самостоятельно все делает. То есть дополнительных никаких действий не нужно предпринимать. Он может оценить ритм пострадавшего и сказать. Сейчас у человека асистолия, либо фибрилляция желудочков, либо желудочкой тихордея без пульса. То есть какие-то разные ритмы. И принять решение самостоятельно и сказать его вам с помощью голосовой команды. Он может сказать то, что у пациента фибрилляция желудочков. Это ритм, который требует нанесения разряда дефибриллятора. И сказать о том, что сейчас производится набор заряда для того, чтобы выполнить дефибрилляцию. Выполнить, нанести разряд тока, чтобы восстановить правильный ритм у пациента. В случае, если этот ритм не требует нанесения разряда, это асистолия, либо электромеханическая ситуация, либо другие ритмы, которые не требуют нанесения разряда, он не будет наносить разряд самостоятельно. То есть он в этом плане безопасен. И не может никого убить. Он не наносит разряд сам. Он замыкается только благодаря кнопке. То есть если вы на кнопку не нажали, ничего не случится. В этом плане он абсолютно безопасен. Но, безусловно, забывать нельзя о том, что в случае, если ритм будет требовать нанесения разряда дефибрилляции, и вы будете прикасаться к пострадавшему, то, к сожалению, последствия могут быть разные. Поэтому, конечно же, о своей безопасности тоже нужно помнить и понимать о том, что вы сейчас... И понимать о том, что вы должны обезопасить себя в первую очередь, то есть максимально отодвинуться от пострадавшего во время выполнения дефибрилляции. Также у дефибриллятора предусмотрены различные ключи, либо рычаги, либо электроды для использования у детей. То есть прибор может использоваться не только у взрослого человека. Его также можно применить и к ребенку. В некоторых приборах вставляются определенные ключ-карты, которые переключают режимы дефибрилляции. В некоторых приборах нужно заменить электроды, в некоторых переключить рычаги. Тогда переходит в другой режим. Прибор самостоятельно рассчитывает количество энергии. То есть, как в клинике делают врачи, они настраивают определенную энергию, джоулей, с которой будет нанесен разряд. В этом случае здесь этого делать не нужно. То есть заряд заложен уже внутри самого дефибриллятора, и дефибриллятор сам рассчитывает необходимое нанесение и наносит разряд самостоятельно. То есть он максимально автоматизирован. Ваша задача только нажать на кнопку, если это потребуется. Данное исследование, обратите, пожалуйста, внимание на график. Это соотношение процентовки к времени и времени начала выполнения компрессии грудной клетки, начала ранней выполнения дефибрилляции. Обратите внимание, как со временем, чем позже были начаты компрессии грудной клетки, и чем позже был диагностирован ритм нужный и выполнена дефибрилляция, насколько снижается процент. Обратите внимание, что если это выполнено в первые минуты, то процент оживления и выживаемости пострадавших может достигать 70%. В случае, если вы подождете 5 минут, 9, 10, то, к сожалению, процент оживления, даже в случае, если был наложен дефибриллятор, даже в случае, если вы начнете выполнять какие-то мероприятия, процент оживления, к сожалению, очень мал. То есть это показывает то, что нужно как можно скорее начать не только компрессии грудной клетки, но и раннюю диагностику ритма, чтобы понять, от какого ритма сейчас умирает пострадавший. Потому что если это фибрилляция, которая требует нанесения, раздавая дефибриллятора, можно продолжать очень долго выполнять компрессии грудной клетки. Но если не будет выполнено это как раз таки жизненно спасающее мероприятие в виде дефибрилляции, то есть восстановление нормального ритма, к сожалению, время будет упущено. Что мы сейчас уже знаем об автоматических наружных дефибрилляторах, что мы знаем об этих умных приборах, которые сами делают по сути все, и от нас зависит только нажать на кнопку. Приведено довольно много исследований, которые показывают о том, что они безопасны. Они показывают то, что их можно использовать у детей старше 8 лет. В случае меньше 8 лет существуют инструкции у приборов. Есть заложенные производителем рабочие схемы, которые либо позволяют делать это для меньшего возраста, либо нет. Но это все заложено производителем. Безопасное использование у лиц необученных. Что это значит? Это значит, что если человеку дать прибор, любому из вас сейчас, и сказать, попробуй наложи на кого-нибудь его, попробуй его испытать, то благодаря этим голосовым подсказкам, которые заложены в приборе, он абсолютно, человек, который будет это делать, справится с задачей. На это и были произведены исследования, которые показали, что с помощью этих голосовых подсказок все максимально просто и понятно. Он говорит о том, что нужно снять одежду, он рассказывает о том, что нужно взять один электрод, отклеить подложку, это полупластмассовая вещь, которая прилипает к электроду, наклеить на одну сторону грудной клетки, взять другую, наклеить на вторую половину. То есть он полноценно вас ведет от начала до конца и говорит о том, что нужно отойти, говорит о том, что нужно носить, не нужно носить. То есть он максимально помогает вам в вашем нелегком деле, в случае, если вы захотите помочь. Как они накладываются? Еще раз мы с вами проговорим. Один электрод накладывается справа под правую ключицу, другой накладывается слева под левую подмышку. Почему именно так? Сердце у нас располагается посередине, и чем дальше находятся электроды, тем будет точнее контакт, тем лучше будет происходить электрический ток через сердце. Именно такое наложение, то есть как можно дальше. Именно это имитирует ручной дефибриллятор, когда ложки накладываются тоже примерно в этом же положении, только одна на груди, другая с левой части грудной клетки. Это имитация такая же, то есть только в виде именно липких электродов. По сути, то же самое. После наложения этих электродов прибор самостоятельно скажет о том, что сейчас идет оценка ритма, то, что нужно оценить состояние пострадавшего и оценить, какой у него сейчас ритм. Наложили электроды, он оценивает ритм самостоятельно, и если он говорит о том, что нужно наносить разряд, я еще раз повторюсь, это фибрилляция желудочков, желудочек, это хердия без пульса, ритм, который требует нанесения разряда дефибриллятора, он скажет о том, что да, идет набор заряда, я готов нанести разряд. Вы максимально далеко, как вот показано на картинке, очень далеко становитесь от пострадавшего, к нему не прикасаетесь, одной рукой докасаетесь до кнопки дефибриллятора и смотрите на окружающих. Если у вас есть помощники, которые находятся вокруг вас, которые могут вам помочь в безопасности, то они, соответственно, тоже пытаются как-то отогнать окружающих, которые могут приблизиться к этому пострадавшему и наносится разряд дефибриллятора. После нанесения разряда дефибриллятора, к сожалению, чудо не происходит. То есть, если даже ритм восстановлен сразу же после нанесения разряда, то перфузия, то бишь нормальная работа сердца полноценно не будет восстановлена и нужно продолжить выполнять компрессии грудной клетки. То есть, грубо говоря, вы привели сердце в нормальный ритм, но чтобы оно начало заново качать, его нужно механически раскачать. То есть, начать продолжать компрессии грудной клетки. И только после этого, в случае, если все условия соблюдены идеально и правильно, туда можно практически после первого нанесенного успешного разряда, в случае, если это был ритм поддающейся дефибрилляции, восстановить работу сердца пострадавшего. И он может очнуться. Такое, это правда? То же самое делается, собственно говоря, и в условиях стационара. То есть, это не только эти липкие электроды и автоматические наружные дефибрилляторы, они распространены, и их можно использовать на улице в каких-то, так называемых, до госпитальных условиях, до прибытия скорой помощи и в общественных местах. Но это также делается и в городских больницах. Это довольно-таки удобное использование не только ручного дефибриллятора, который занимает, по сути, руки врача, который выполняет это мероприятие. Это способ, чтобы не вовлекаться в этот процесс. Один раз электроды наложены, и уже самостоятельно происходит оценка ритма через определенный период. Это облегчает работу врачам. То есть, это применяется также и в клиниках. Есть определенные, существуют пособия, существуют определенные схемы, и есть буклеты о том, как нужно правильно их использовать. Маленькие такие, как анонсы о том, что нужно вызвать помощь, начать компрессии, начать вентиляцию и принести автоматически наружный дефибриллятор. Возможно, у вас уже формируется понимание того, что вы их не видели никогда, и неизвестно вообще, ими как-то можно пользоваться, или не можно пользоваться. Но я вам хочу сказать, что на самом деле их очень много. Но много их больше в западных странах. Они появляются у нас в России, и уже есть множество мест, где они оснащены. Например, Краснодар есть, в Москве есть, в аэропортах есть. Их можно встретить. Они именно так и выглядят. То есть это настенный ящик, который обозначен зеленым квадратом с пронизывающей молнией сердце, где вложены инструкции о том, что вам необходимо, если использовать дефибриллятор, вызвать помощь, начать выполнять жизнеспасающие мероприятия и использовать дефибриллятор. Они есть повсюду, и смысл их как раз таки в максимальном распространении. Потому что вы можете обратить внимание, что он распространен на площади, он есть в аэропорту, в парке. То есть максимальной скученности людей. И правила установки, в принципе, дефибриллятора наружного, это в любом из общественных мест, где хотя бы один раз за пять лет была остановка сердца. То есть, по сути, любое общественное место, метро, аэропорт, театр, кинозал, парк зарядья, то есть, по сути, везде, где есть большая скученность людей, там должен висеть автоматический наружный дефибриллятор. Не значит, что они должны быть расставлены через каждые сто метров, но они должны быть в доступности для того, чтобы можно было бы эффективно не только выполнять компрессии грудной клетки, но и вовремя оценить ритм пострадавшего. Сейчас проходит сквозное исследование локальное в ритмах. Новые стандарты по изучению, оснащению, внедрению автоматической наружной дефибрилляции Я вам привожу небольшую вырезку из этого большого исследования локального, но, тем не менее, обратите, пожалуйста, внимание, о чем они пишут и что они хотят. Что в Великобритании все граждане обязаны это делать. То есть, по сути, они не то чтобы обязывают, но они предлагают то, что эта концепция должна быть распространена на всех. То есть, каждый житель должен эффективно уметь оказать помощь. Он должен уметь оценить состояние пострадавшего, должен правильно научиться вызвать скорую медицинскую помощь, начать компрессию грудной клетки и в случае, если это необходимо, использовать автоматический наружный дефибриллятор. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что идет концепция в том числе и на школьников, что все школьники должны быть обучены не только навыкам сердечно-люгочной анимации, но и использованием краски этих приборов автоматических наружно-дефибрилляторов. И это будет уже внедряться с 2020 года. Много есть сподвижек в том, что это нужно внедрять и действительно это сейчас распространено. Мы тоже над этим работаем, мы стараемся как можно больше это популяризировать, чтобы люди знали о том, что существуют эти приборы, чтобы люди знали то, что каждый по сути это может делать. Это не из ряда вон выходящая, только по сути врачебная какая-то процедура. Существует даже и такое. Действительно, они существуют. Это летающие дроны, дефибрилляторы. Ну, по сути, они появились не так давно, как только это стало, так сказать, популярно, внедрение роботов, внедрение дронов. Действительно, они появились и уже, собственно говоря, работают в таком режиме. Они располагаются на подстанциях скорой помощи и действительно человек западный играет в гольф, что-то с ним случилось не так и другой человек, который может ему помочь, вызывает на себя, по сути, вот этот такой робот, который прилетает и действительно эффективно может оказать помощь пострадавшему, потому что, да, можно начать выполнять компрессию, но если есть способ использования автоматического дефибриллятора для оценки ритма, то это жизнеспасающее мероприятие. Я хотел бы вам показать немножечко, чтобы мы так спустились вниз после квадрокоптеров и показать, что происходит у нас в России. в России. в России. Дзечат Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два первых курса Они доступны для всех То есть для любого человека Без медицинского образования В том числе у нас посещают наши курсы Различные люди И разных специальностей Чаще всего И наиболее заинтересованности Проявляют те, кто работает на больших Производствах Там, где их начальство По сути с помощью внешней мотивации Отправляют обучиться К тому, чтобы В случае, если на производстве Случилась беда То они смогли Оказать помощь Такая Чтобы Появился Так скажем Отдельный Медработник Даже если он без Медобразования Чтобы он умел это делать Также у нас в арсенале Имеются Курсы Общеинструкторские Это для Дальнейшего повышения Квалификации Наших инструкторов Курсы Первой помощи На которых Также Может присутствовать Абсолютно любой человек Без медицинского образования Там По 323-му Федеральному закону Полностью Все пункты Которые Может оказать Помощь Спасатель Объясняется И В том числе Остановка наружного Кротечения Выполнение Сердечно-легочной Ранимации Выполнение Искусственной Вентиляции Легких Все это там Рассказывается Курсы По оказанию Пострадавшим При травме Это американские Курсы Они Также доступны На нашей платформе Они Для Медицинских Работников И У нас Еще Появились Множество Новых Других Курсов В частности Курсы Психологической Помощи И Поддержки Курсы В нынешнее Время Тяжелые Для Врачей Для Взаимодействия С Трудными Пациентами И Родственниками Чтобы Налаживать Взаимоотношения Между врачебным Составом Налаживать Взаимоотношения Между Медицинской Составляющей И Людьми Которые Обращаются За помощью Чтобы Избегать Конфликтных Ситуаций И Это Последний Тренинг Он Сугубо Безусловно Медицинский Для Узких Направленностей Людей То есть Это Врачи Чаще всего Хирурги Анестезиологи Реаниматологи Либо Врачи Ультразвуходиагностики Это В нынешнее Время Профстандарта Врача Анестезиолога Реаниматолога Важный Курс Который Мы Постарались Тоже Внедрить Я не знаю Поедете Вы или Нет Но я Вас Приглашу А Вы Подумайте В 2019 Году Состоится Я просто Все равно Это Сказал Состоится Конгресс Европейского Сайта По реанимации Насколько Это будет Вам интересно Можно прокатиться По Европе Также Существует У нас Сайт Официальный Существуют Сайты С официальными Гайдлайнами Где Можно Наблюдать За тем Как развивается Сейчас Все активно В медицинских Новых Клинических Рекомендациях Ну и конечно же Без этого Мы не можем Вот За нами Можно следить Повсюду Вот Мы есть везде И в социальных Сетях И в группах Нас можно найти Пожалуйста На любой По сути Платформе К нам Можно записаться И Что самое главное Чтобы я хотел Чтобы Для себя В конце Подчеркнули Исходя из Моего Короткого Доклада Это то Что Оказать Помощь Диагностировать Что Пострадавшему Она нужна И Эффективно Ее оказать По сути Может абсолютно Каждый из вас И Каждый из вас Может спасти Чью-то жизнь На этом У меня все Спасибо за внимание Спасибо вам большое Даниил Я думаю Каждый из нас Немножечко Нового Узнал о том Как делать Реанимацию Да Сейчас у нас Будет Время для Вопросов Если у кого Появились Можно я Первый Все-таки Вопрос Отдам Почему Каковы причины Остановки Сердца И что Все-таки С человеком Происходит Когда у него Сердце Останавливается И Вот Почему Именно Настолько Быстро Нужно Сделать Эту Реанимацию Значит Очень важно Начать Выполнять Ее быстро Потому что Это Собственно Мне Я как Да Буду Да Собственно Выполнять Очень важно Быстро Сердечно-моголочную Реанимацию Выполнять Быстро Все Диагностические И лечебные Мероприятия Важно Потому что Это исходит Из основной Концепции Концепции Цепи Выживания Которые Я вам Проводил Это Ранняя Диагностика Ранее Выполнение Компрессии Дефибрилляции После Реанимационного Периода То есть За счет Именно Ранней Диагностики Мы достигаем Того То что У Пострадавшего Минимально Может Развиться Неврологический Дефицит То есть Чем дольше Человек Будет находиться В состоянии Клинической Смерти Тем меньше Шансов На то Что он Может Вернуться В общество Он У него Может Заработать Сердце Вот Может Начать Функционировать Некоторые Органы Он Перейдет В тяжелое Состояние Называемое Пострадавшим Болезнью Но К сожалению Чаще всего Он Может Не вернуться К жизни Полноценно Потому что Будет Как я Сказал Разовьется Тяжелый Неврологический То есть Мозг Начнет Умирать Через Начиная Уже Четвертой Минуты По сути Без Нормального Кровоснабжения Мозга Он Умирает Поэтому Важно Именно Как можно Раньше Это начать Делать А каковы Причины Остановки Сердца Каковы Да Какая-то Статистика Заволеваний Вообще По Какие Причины Да Причин На самом деле Очень много И Это Понимание Как Внезапной Сердечной Смерти Либо Просто Остановки Коробращения Чаще всего Это Сердечно-сосудистые Безусловно Заболевания Это Могут быть Заболевания Связанные С нарушением Проводимости Электрической Сердца То есть Может быть У пациента Человека Еще не пациента У человека Может быть Какие-то Проблемы В принципе С электрической Проводимостью Сердца То есть У него Оно работает Не совсем правильно Изначально Либо В течение Жизни Появляются Сердечно-сосудистые Болезни Которые Поражают Сердце И Это может Привести К тому То что Оно остановится То есть Чаще всего Это Сердечно-сосудистые Заболевания По факту Вот Но так же Существуют Другие Тоже Причины Они могут Быть По сути Всевозможными Но чаще всего Если человек Вот Как вы говорите Шел-шел И упал То это Мы говорим О внезапной Остановке Сердца То есть В внезапной Сердечной Смерти Причин Масса К сожалению Да Скажите Вот Когда сердце Остановилось Ну так Какие процессы Что происходит В организме И Сами Внутренние Процессы Можете Рассказать Да Происходят Сложные Биохимические Реакции Вот По сути Смысл в чем Что Во время Того Пока мы с вами Живем Думаем Разговариваем У нас Кровь По крови Функционирует Достаточное Количество Кислорода И Когда Кровознажение Прекращается Кислород Перестает Поступать В наши Органы Ткани Поступать В головной Мозг Поэтому Мы И Теряем Можем Потерять Сознание И Начинать Умирать Перестает Поступать Кислород В сердце В Внутренние Органы В Нижние Конечности И Будут Происходить Сложные Биохимические Процессы По сути Умирания То есть Кровознажение Останавливается И Человек Будет Умирать А скажите А человек Вот может Как-то Понять Что у него Вот сейчас Вот там Через пять минут Сердце Остановится Понять Нет Что сердце Остановится Какие-то признаки Например Он что-то чувствует Там Какую-то головную боль Не знаю Тошноту Или что-то Какие-то физические признаки Что у него сейчас Случится инфаркт Например Ну Есть Признаки Инфаркта Вот Признаки Того Что Как человек Может у себя Сейчас уже Заподозрить Что у него Случилось Какое-то тяжелое Нарушение Сердца Это чаще всего Сильные Боли За грудиной Они могут Иррадиировать То есть Отдавать Могут В глотку В лопатку В спину То есть Именно он Почувствует Сильные боли Может почувствовать Тошноту Окружение Может Да Возникнуть Вот Он Побледнеет Ему станет Дурно Да То есть Именно Субъективно Человек может Оценить это Таким образом Но Если это да Действительно Случилась Какая-то тяжелая Ишемия То в принципе Сначала Случилось это Потом Уже может Стать хуже Человеку Спасибо Есть еще вопросы Да Вот Очень активная девушка Начнем с нее У нас еще есть время Вы не будете Да Времени много Я немножко Здравствуйте У меня вопрос такой Здравствуйте Какая работа Делается Проводится Со спасательными Организациями Для внедрения АНД Вообще В принципе Она проводится Или нет Да Значит Она Заключена Как раз таки В программу Общедоступной Дефибрилляции Программа Это И направлено На максимальное Распространение Это не только В обществе Но и Внедрению И Совместной работе То есть По сути Вы должны понимать Что мы не решим Проблему тем Что Просто поставим Эти автоматические Дефибрилляторы Ну Во всех местах То есть Это Должна Проделываться Масштабная работа И Совместная То есть Должны и службы Экстренные В том числе Вместе с этим Да Давайте Да Да То есть Возможно ли Вид такого Сотрудничества Не нужен Я ору громче Разговаривать Да И Это Представлено На этом Слайде Такое Сотрудничество Возможно Да Безусловно Да 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 Мы ждем вас Понятно Такой вопрос Вдогонку К дефибрилляторам Значит Если я Как обыватель Буду находиться В том месте Где находится Этот дефибриллятор Могу ли я Им воспользоваться Законодательным Да Законодательным Да Да Не понесу ли я Потом ответственность За то что я Человека наклеил Электроды А потом Не дай бог С ним что-то Произошло Да Я абсолютно В этом Что сказали Вы О том что Многие Этого боятся Я отвечу На этот вопрос Следующим образом То что сейчас На законодательном Уровне На законодательном Сейчас Проходят Чтение И вступление Закона О использовании Автоматических Наружных Дефибрилляторов И внедрение Их собственно говоря В общественное Пользование С этим Есть ряд Определенных Проблем Потому что Роспотребнадзор Объясняет Это тем Что прибор Он Поскольку Электрический Он может нанести Ток Он опасный Вот И поэтому Сейчас Тяжелый момент Заключается В том То чтобы Дать Достойное Объяснение Того что Им могут Пользоваться Каждый После того Как естественно На законодательном Уровне Это будет Утверждено И не только Какой-то Определенный Узкий Да То есть Подразовалось То что Это может быть Узкий Круг людей Который Может Пользоваться Им То есть Это врачи Спасатели Там Военнослужащие Еще кто-то Кто Имеет право Во-первых Полноценно И обязан Оказать Первую помощь Использовать Это изделие Но еще И чтобы И другие люди Могли этим Пользоваться То есть Это сейчас На рассмотрении По сути Да Безусловно Я более Конечно Я более того Могу вам сказать То что сейчас Современное Любое Кафе Либо Любое Общественное Место Которое Открывается На Странах Запада Оно Не получит Лицензию На работу Без Вот этого Как раз Таки Прибора Можно Сам Дефибриллятор Входит Именно в нашей Стране В объем Первой помощи Или нет Нет Потому что Мы немножко По другому Смотрим Нет Он не прописан Есть пункты Он там не прописан Я поняла Спасибо Скажите пожалуйста Вот предположим Мы диагностировали Что у человека Сердечный там приступ Поняли что Нужно приступать К сердечно-легочной Реанимации Если вот Например При визуальном Визуально я вижу АНД Мне нужно делать Именно сердечно-легочную Реанимацию Или я могу Сразу взять АНД И приступить К разряду И еще вопрос Дополнительно Сразу задам Что должно Стать логичным Финалом Всех этих мероприятий То есть Изначально Было сказано Что Две Причины Потеря сознания И отсутствие Дыхания Человек должен Задышать Человек должен Очнуться И сколько Время Вообще Ее продолжать Было бы разумно Спасибо Значит Отвечая на первый На первый вопрос Так Я его По-моему Подзабыл Про Да-да-да-да Все Все точно Извините Значит В случае Если у вас Автоматический Дефибриллятор Находится В максимальной Близости Максимально Это значит Что до него Бежать Меньше минуты То есть Это практически Ну Максимальная Близость То безусловно Ваш выбор В первую очередь Должен падать На то Чтобы сначала Взять прибор И продиагностировать Ритм Чтобы понять От чего Сейчас умирает он Потому что Если это фибрилляция И желудочная Тахикардия То есть Ритм требующий То нужно будет Выполнять Дефибрилляцию Если нет То да Нужно будут Продолжать Выполняться Просто компрессии Но при этом Прибор будет Так может случиться Что ритм Может переходить В другой ритм То есть Был один ритм Он мог перейти В фибрилляцию Потом после Удачной Дефибрилляции Он перешел В асистолию И он меняется И поэтому Если будет прибор То это будет Эффективней Поэтому да Если у вас Есть выбор На то Чтобы Выполнять Той компрессии Либо вы знаете О том Что можно Быстро взять То да Сначала Мы быстро Берем Наклеиваем Диагностируем И выполняем Идеально Чтобы это Сделал кто-то Просто Если вы Если вы один То да Выбор вот такой Который я вам сказал Если вы вдвоем То конечно Компрессии Потом уже Да И отвечая На второй вопрос Если мы Ориентируемся На то Что человек Шел Шел И упал Да У него Остановилось Дыхание Остановилось Крообращение То Логичный Исход В случае Если это Выполнено Ну Практически Идеально И практически Там С первых Секунд То по сути Да Человек Вновь оживет То есть Он Появится Самостоятельное Дыхание Полноценного Сознания Оно может Не восстановиться То есть Он может Начать Издавать Издавать Голосовые Так сказать Позывы На Раздражители Вот То есть Он будет Так скажем В глубоком Таком Как оглушении Да Но Жизнедеятельность Сердце Восстанавливается В случае Если это будет Эффективно Выполнено По сути Это один из Пунктов Того До какого Времени Нужно Выполнять Сердечно-легочную Реанимацию Весь Процесс Компрессии И искусственной Витиляции Легких В случае Если вы Находитесь На улице И вы Без Медицинского Образования То есть Человек Который Просто Может Оказать Помощь Пострадавшему Это Несколько Пунктов Один из Пунктов Это В случае Если Прибыла Бригада Которая Может вас Сменить Либо другой Врач Подошел Либо еще Что-то Кто Может Вас Сменять В случае Если Появились Признаки Жизни А это Самостоятельное Дыхание Какие-то Движения Вот Возможно Стимулы На Действия То есть Появились Какие-то Признаки Жизни Он Порозовел И Что-то Начал Как-то Шевелиться Вздыхать Возможно Даже Что-то Сказать Вот И В случае Если Вы Устали Вот Это Тоже Один Из Моментов Причины Прекращения Ренемационных Мероприятий В случае Если Вы Без Медицинское Образование Есть Достаточное Количество Случаев Когда Сердечно-легочная Реанимация Может Продолжаться Час Два В различных Ситуациях Там Когда Есть Другая Сопутствующая Патология И Случилась Остановка Кроврещения На фоне Какого-то Тяжелого То есть В процессе Именно Реанимации Она Может Продлеваться Да И Она Не строго Определена 30 минут Она Может Ити Намного Дольше Дольше Здравствуйте В самом Начале Вы Сказали Что Чем Дольше Мы Откладываем Начало Реанимационных Мероприятий Тем Меньше Шансов На Выживание Соответственно Не Будет Ли Более Оптимальной Стратегии Произвести Несколько Циклов Реанимации 3 5 И После Этого Заниматься Вызовом Помощи По Сравнению С Начало Вызовом Помощи И Затем Только Начало Могу вам даже Еще Более Сказать Идеальную Модель Это Оценка Сознания Оценка Дыхания Включение На мобильном Устройстве Громкой Связи И Начало Компрессии Выполнение Уже Сердечно-легочной Реанимации И разговаривать Со скорой Уже Выполняя Компрессия Это Еще Более Идеальная Модель Которую Мы В том числе Обучаем Абсолютно Ну У вас Телефон Громкая Связь Вот Да Это Это тяжело Это Ребят Давайте Мы Все-таки Лектору Еще Зададим Оставшиеся Вопросы А потом Это вы можете Обсудить Когда у нас Закончится Лекция Трансляция И все остальное Итак Девушки Вопрос Скажите Будет ли Эффективно Делать Только компрессии Без вдоха Например Если У пострадавшего Отек Дыхательных путей Значит Достоверно Вы говорите Про отек Дыхательных путей Достоверно Установлен То есть Вы знаете О том Что у него Отек Дыхательных путей Или вы Просто Предполагаете Если можно Уточнить Я просто Предполагаю То есть Эффективно ли Делать только Компрессии Да Значит Есть Концепции В американском Например Обществе Которые Показывают О том Что Выполнение Только Компрессии Грудной Клетки Они Эффективны То есть Не обязательно Выполнять Искусственные Вдохи В случае Если Пострадавший Потерял Сознание Ну Буквально Перед вашими Глазами В его Организме Достаточное Количество Еще Находится Кислорода В крови И Качественные Компрессии Только Компрессии Они Будут Эффективны Даже Без Вдоха Более Того Вам скажу Что В случае Если Вы Без Медицинского Образования И Вам Необходимо Выполнять Вы Захотите Выполнить Компрессии Гвенной Клетки Захотите Выполнить Искусственные Вдохи Но Можете Заподозрить Не только Что у него Какой-то Случился Отек Но и Заподозрить То что Это опасно Для вас Заразиться Вдруг Он Пострадавший У него Есть Кровь На лице Либо Какие-то Биологические Жидкости Другие Либо Рвотные Массы И Вам Неприятно Либо Вы Все-таки Какое-то Инфицирование Вы Можете Этого Не делать Выполнять Только Компрессии Гвенной Клетки Данил Скажите Пожалуйста Существуют Ли Особенности Реанимации Детей То есть Ребенка Семьи Двенадцати Лет Да Существуют Особенности Значит Если В общем Сказать То Если Ребенок Похож На Взрослого Похож Это значит Что Примерно Конституция Его Соответствует Взрослому Человеку То Компрессии Грудной Клетки Выполняется В таком Же Соотношении 30 Компрессий Два Вдоха Акцент Делается На Сжатие Грудной Клетки Она Должна Быть Одна Две Третьи Сжатия То есть Не более Одной Третьи Это Ну То есть Можно Только Оценить Собственно Говоря По Самому Ребенку Как-то Так Спасибо То Нужно Уточнить Если Есть Такая Возможность Сколько Ему Лет Вот И Совершенно Разные Протоколы По Ведению Ребенка Натального Возраста То есть Новорожденного И Уже Ребенка Который Взрослее То есть До Восьми Лет То есть Это уже Разные Немножко Параметры Там уже будут Конечно же Отличаться А если ему Восемь лет Например Если ему Восемь лет И По сути Он Ну Как вам сказать Ребенок Восьми лет Вы все равно Будете Выполнять Те же самые Тридцать Компрессии Просто Акцент На декомпрессию Как я Сколько Спасибо Пожалуйста У нас Сегодня Очень много Вопросов Да Да А вот Сейчас же В первом Чтении Принят Федеральный Закон Ну Поправки Федерального Что будет АНДшники Где конкретно В торговом центре В каком месте Логичнее всего Их искать Их логично Устанавливать В любом Торговом центре Не Вот Конкретно Локализация Там на первом Этаже На втором Этаже Ближе к парковке Вот какие-то Правила Определенные Есть Я могу Я могу На это Ответить Следующим Разом Как только Закон Будет Принят То я думаю Что это будет На рассмотрении Потому что Честно говоря Я вам не могу Сказать Что логичнее Установить Его у входа Нежели Установить его Допустим В центре Зала Тут можно Я думаю Что это вопрос Не к Даниилу А как раз Уже К строителям Архитекторам Торговых зданий И службе безопасности К установлению Аварийных Спасибо за презентацию У меня Такой вопрос На слайде У вас был показан Когда мы делаем Компрессию Там глубина Нажатия Не меньше Пяти Но не больше Шести А вот Не будет Такой риск Что мы просто Сломаем кости Вот как это Не менее Пяти Но не более Шести Вот как измерить Да Это тяжело Понять В том плане Ощутить Да Больше Начну с того Что как это Ощутить Это можно С помощью Как раз Симуляционных Технологий Чтобы понять Насколько Глубоко Вы сжимаете Либо В реальной жизни Сломать Ребра Сделать Какую-то Травму Грудной клетки Можно только В том случае Если руки Будут остановлены Неправильно То есть Грудной клетки А если Они будут Смещены Вниз По грудине Либо вверх По грудине Либо Смещены Влево Вправо Тогда В случае Если неправильная Будет установка Рук Неправильная Чистота Компрессии Да Действительно Может случиться Перелом Ребра Если руки Установлены Четко На центре Грудной клетки Может случиться Хруст Вот 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 Случится Хруст Не Перелома Ребер Это Может Случиться Хруст Перелома И лопающихся Хрящей Которые Присоединяются К грудине Вместе Стыка Грудины К ребрам Но не более Вот И Также Это Зависит Еще От Когда Вы Начали Выполнять Компрессию Если Это Быстро Начато И в первые Секунды То Тело Пострадавшего Еще Не Приняло Так Сказать Другую Форму То есть Оно Еще Податливо И Компрессия Будет Восуществляться Довольно Эффективно В случае Если Это Уже Начато Чуть Позже То Уже Тело Пострадавшего Становится Более Так Скажем Твердое И Компрессия Выполняется Сложнее И Как раз Таким Может Случиться Какого-то Риска Травматизации Плюс Это Также Относится Еще И К пожилым Пациентам У которых Есть Возможное Нарушение И Заболевание Костной Ткани Все Что Тоже Можно Нанести Травму Но По факту Если Четко Устанавливается На центре Грудной Клетки Риски повреждения Они Минимальные Еще Вопрос Спасибо Большое За лекцию У меня Два Вопроса Первый Вопрос Вот Вы Сказали То Что Можно Спасти Работу Сердца Но При этом Бывает Такой Случай Когда Сердце Установлено Работа Его Но Мозг Головной Мозг Уже Умер Как Сердце Может Работать При Мертвом Головном Мозге И Второй Вопрос Как Долго Живет Костный Мозг При Отсутствие Дыхания Понятно Значит В принципе Ответ На Ваши Два Вопроса Можно Объединить В Один И Сказать О том Что У Человека Развивается Так Назваемая Постреминационная Болезнь Вот Это Тяжелое Клиническое Состояние Которое Которое Логично Развивается После Клинической Смерти То О чем Вы сказали Что Сердце Может Работать А мозг Не работает Да Действительно Человек Будет Находиться В Коме То есть Это Состояние Когда Его Сознание Будет Отсутствовать Но При этом Жизненно Важные Функции Будут Поддерживаться То есть В частности Это Самостоятельно Он дышать Не сможет То есть Это Человек Будет Находиться На Искусственной Поддержке Дыхания Но При этом Сердце Его Может Работать Самостоятельно Да Действительно То есть Это Тяжелое Это Болезнь Понимаете Да Которая Уже Развивается После Клинической Смерти Данных Про То Насколько Поражается В каком Процентном Соотношении Поражается Костный Мозг Честно Сказать Я вам не могу То есть Насколько В соотношении Костный Мозг Гибнет Но Однозначно Я могу Сказать То Что Любые Клетки Организма Во время Того Когда Прекращается Их Кровоснабжение Прекращается Нормальный Газообмен Они Претерпевают Гибель Поэтому Процент Разрушения Безусловно Будет присутствовать Спасибо Большое За презентацию Такой важной Темы Вот вопрос Такой Допустим Приходится Делать Компрессии Человеку После какого-то Несчастного Случа Допустим И В какой степени Важности Нужно это Начинать Например Человеку Большое Кровотечение И Собственно Потеря сознания Отсутствие дыхания Что нужно В первую очередь Делать Компрессии Или останавливать Кровотечение Как это вообще Вопрос понятен Может такое случиться Что человек Человек потерял сознание От кровотечения Поэтому Если у него Допустим Тяжелая какая-то Травма И у него Извиняюсь Там нет ноги И идет артериальное Кровотечение То да Безусловно Если тут Выбирать между тем Что начать раньше Туда сначала Надо Остановить кровотечение Вот Это Причина Собственно говоря Из-за которой Человек сейчас умирает После этого Начать Восстанавливать Его жизнедеятельность В частности Сердце Поэтому да Тут как бы Надо уметь Выбрать Вот Сначала остановка Кровотечение Потом уже Выполнение компрессии Однозначно Да Безусловно Чем больше людей Тем это более Конечно же Эффективно Есть еще У кого Вопросы Остались Еще раз По гендерному признаку Роботы делятся Роботы Да Роботы С которыми мы работаем Да Они у нас унисекс Абсолютно Понятно Спасибо Есть несколько моделей Которые Вот Но в основном Унисекс Спасибо Аплодисменты.